И все привет ребят, с Мистер Вайк и все записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору нашего замечательного Танка Фандау, он наконец-таки появился, только что мы с ребятами на стриме досмотрели видеоблог, посмотрели всю информацию связанную с этим киберспортивным Танка Фандом, а теперь уже возьмем, посмотрим все призы, что там есть, разберемся более детально, более конкретно. Если вы были на стримчике, то обязательно максимально поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игровые аккаунты, кьюстанте ему личные тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного, ребяточки, Танка Фондика, то приступаем и смотрим, что же у нас тут интересного добавили, нас ждут 30 уровней, сайт события есть, поэтому переходим и смотрим. Первое, что я как минимум смотрел, это то, что теперь Танка Фонд стоит не 1000 танкоинов, а 1400, то есть цена на спецпредложения увеличилась, но также спецухи, которые у нас получаются средние по 3000, они у нас, ну получаются не так дорого стоят, да, то есть вот эти по 3000, а эти у нас по 20000, которые включают в себя 250 ультриков. Кстати, не такая уж и дорогая спецуха за 20к получается. Так, по поводу бустеров и всего вот этого дела дополнительного мы разберем попозже, для начала мы посмотрим призы, что самое главное, нам надо узнать призы. Так, смотрим на призы, ребяточки. 10 ядерных энергий, второй миллион плюс слот, третий, 15 контейнеров, 500 мин, 500 брони, 500 дд, 500 аптек, 500 нитры. Лучше, чем призы с красками? Ну, наверное, лучше. Дальше. 15 обычных контейнеров, 5 недельных, шафт, подавляющая фокусировка, новое устройство на шафт, но это подавление. 30 ядерок, кризис, 15 недельных, магнум, замораживающий сердечник, ну тоже как бы, ну такое устройство. 30, 30 ультра, броник на 17, дальше еще 30 ультра, гиперскоростная, смака гиперскоростная, опачки, это контентик, это контентик, 23 ляма только надо набрать. 25 лямов ключ, мамонт GT27, 30 ультра, огнемет, критическая смесь, это тоже новое устройство, и 30 лямов, 3 легендарных ключа. Изначальные призы, ну, наверное, выглядят, ну типа, так себе, так себе, но уже с, получается, 13 уровня, да, если у вас, например, нет кризиса, с 13 уровня, уже появляется интересик. Но самый главный интерес, для меня лично, для меня лично, самый главный интерес, это 23 миллиона. 23 ляма, начинается уже прям контент, то есть твинс GT мы не берем во внимание. Блин, если я не ошибаюсь, я твинса GT не забрал с этого ивента. Блин, если я твинса забрал с легендарного ключа, это просто фултилт. Реально я твинса забрал GT? Или не забрал? А, нет, твинс GT это новый какой-то, ладно, тогда нормально, тогда четко, так это новый твинс получается, да? Ну вот, с 23 уровня, грубо говоря, начинается самый интерес. 23 уровень смака, 30, ой, 24, 30 ультра, 25 уже скин ключ, мамонт, еще один, то есть два новых устройства хороших, ну и вот эти вот все призы, они, в принципе, выглядят очень и очень неплохо, да? То есть за 1400 получается танкойнов, получить вот такое устройство, получить 4 ключа, если мы доберемся до 30, до получается конца, до 30 миллионов, то в принципе, наверное, это будет выглядеть очень и очень неплохо. Нету этих скамовых красок, есть припасы, но, ну типа можно было больше дать, но очевидно можно было больше дать, ну ладно, в принципе, наверное, и так выглядит не супер скамово. То, что, конечно, цена выросла, танкофонда, но это, конечно, ну такое, такое, если честно, такое. Но, с другой стороны, в принципе, призы, ну, наверное, выглядят довольно неплохо. Вопрос лишь только того, насколько будут игроки активно покупать этот танкофонд, и сумеем ли мы вместе с вами дойти до этих нужных устройств. Если сумеем дойти, то будет очень и очень круто. Я надеюсь, что мы сумеем дойти и сможем залутать эти устройства. И я на своем бомж-аккаунте смогу получить тоже и броник, и кризис, и все другие дополнительные награды. Ну и у тех ребят, у которых нету броника и кризиса, они смогут его тоже с этого ивента забрать. Поэтому, в целом, наверное, очень и очень неплохо. Танкофонд у нас, я так понимаю, стартует с завтрашнего дня. Да, с завтрашнего дня стартует танкофонд, краски болельщиков, эффектное появление, так это это. И бустеры, вот, что касаемо бустеров. Допустим, к окончанию события, сколько он стоит вообще, этот бустер? Вот этот бустер, это интересная тема, но вопрос, сколько он стоит. Купил я вот эти бустеры, но, может быть, я и не буду покупать эти бустеры, потому что танкофонд, продажи, сколько он стоит? Есть где-то стоимость его, этого бустера? Или нет его стоимости, я не могу понять. Сколько он стоит? Все призы, бустер, рассказываю. Бустер, что же это такое? Бустер, ваш уровень будет, понятно. В другой пример, вы купили бустер 6 раз, и теперь, ну это понятное дело, как? Так, продажи с, а, он будет в продаже с 12-го числа только? Только непонятно, да? Часть средств от покупки бустера мы добавим в призовой фонд киберспортивного турнира Summer Major. Ну вот это, кстати, тема очень крутая, и это та тема, которую я, если честно, уже советовал реализовать супер давно. Супер давно я планировал, ой, не планировал, а рекомендовал именно реализовать, чтобы был дополнительный плюс фонд, чтобы у игроков, которые играют в турнирах, было больше мотивации играть в эти турниры, чтобы у них еще было больше мотивации зарабатывать дополнительную прибыль. Ну и в целом по призам, ну, наверное, выглядит неплохо. Наверное, выглядит неплохо, если сравнивать с предыдущими двумя танкофондами, где было много никчемных красок и прочего лишнего мусора, то здесь в целом выглядит все очень компактно, интересно, ну и по призам довольно-таки неплохо. Да, поэтому посмотрим, как он полетит. Надеюсь, что полетит неплохо. Единственное только то, что его стоимость стала дороже танкофонда. Это, конечно, ну такое дело, такое. А вот то, что есть новые устройства, интересные устройства и неплохие предметы, это в целом выглядит очень и очень неплохо. Что касаемо бустера, ну там уже узнаем вопрос его цены и насколько он будет актуален. Пишите, что вы думаете по поводу танкофонда. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. Пишите свое мнение, связанное с танкофондом. Проявляйте максимальную активность на данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше по тегу, чтобы как раз-таки кэшбэкнуть дополнительные денежки, потому что итоги этого розыгрыша будут уже в конце этого месяца. А у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!